Пожалуйста, брат. У нас по порядку, конечно, мы... Первая... Все, первая коринфянка 2.16. Первая коринфянка 2.16. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. Аминь, друзья. Следующий, товарищи. Хорошо, пока мы смотрим. Итак, друзья, мы должны запомнить. Сегодня эта тема, да? Про поведение. Мы имеем. Скажи, я имею ум Христов. Я имею ум Христов. Нам так трудно с нашим плотским умом понять, что этот ум Христов уже во мне есть. Реальный. Он самая большая реальность. Это самое могущественное то, что есть в тебе. Как только ты родился от Духа, а Бог есть Дух, ты родился от Бога, значит, ты родился от Духа. И ты есть Дух. Скажи, я есть Дух. Я есть Дух. Аминь. Но Дух живет в совершенно другом мире. В духовной реальности. Нам надо привыкать к духовной реальности. Нам надо осознать, что самое могущественное, твердое, железобетонное хотите сказать. Как хотите. Назовите. Реальность. Это именно духовная реальность, а не физическая. Это шахта. Я уже много раз приводил пример. Этого дома не было тысячу лет назад. Его не будет через тысячу лет назад. Это все пшит. В глазах Бога тысяча лет, как один день. Это просто раз на секунду показался, как в фильме, быстро такой прокрутка, понимаете. И нет этого дома. Ну вот и все. А нам кажется, если вот здесь вот, вот здесь я потопать могу, то вот это реальность. Нет. Нет. Это совсем временно. Но, слава Бога, духовная реальность – это самая могущественная реальность. Нам надо привыкнуть всем своим существом к духовной реальности. Нам надо стремиться перейти в духовную реальность. Жить духовной реальностью. Осознавать, что все самое лучшее – духовная реальность. Ты же хочешь себе лучше? Значит, тебе надо нырять в духовную реальность. Привыкнуть жить духовной реальностью. Всячески отвергать. Мы не ходим больше в видение. Мы ходим, то есть живем только верой в Слово Божье. И это самое лучшее. Надо к этому привыкнуть. И мы имеем у Христов. Аминь. 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 Следующее место писания – это Римлянам 6.6. Ты не говори. Следующее место писания – экономь время. И даже лифу вот Римлянам 6.6. И говорит. Зная то, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, тот человек, который родился во мне, то есть тот дух, который родился, когда мама с папой меня родили, он рожден по плоти. Рожденный от плоти есть плоти, рожденный от духа есть дух. Этот дух не мертвый был. Он живой в твоем теле. Из него все равно энергия жизни идет в твое тело. Так же? Он мертвый был для Бога, потому что он умер во время греха. И он стал сыном дьявола. Но он жил для дьявола, он жил был для оккультных всех вещей. Аминь. Чем занимаются все колбуны, экстрасенсы и прочее, прочее. Кстати, я вот только что посмотрел в интернете, просто смешал, увидел, минутка была, посмотрел. Человек и закон программа рассказывает о битве экстрасенсов. Вот обыдные передачи, раскрученные, насколько у нас в стране, астропрогноз. Все ждут как гороскопами заниматься. Очень многие христиане, даже на всякий случай, цыганки дадут руку погадать. И я, конечно, удивляюсь, вот так. Да, вот вчера смотрю, одна сестра, служитель, серьезный служитель. Смотрю, там все, все, на коленях стоит. И там какой-то раввин, по-моему, даже, ну, я не знаю, ну, сомнительного он такого вида. Явно не причесанный и прочее, лучше стоит там, возможно, обе руки ей на голову. И вот молится она с радостью, фейсбук это выкладывает. Что ты творишь? Ей подруга там пишет. А ты вообще знаешь его? Ты зачем ему позволяешь? Ты это служитель, серьезный служитель церкви. Какой раввин. Один крупный архиепископ сейчас, вот на глазах все, принял решение, ушел в убийство. Люди, мы какую Библию читаем? Я удивляюсь. Это мягко, можно сказать. Так, вид ли, человек наш умер. Его уже нет. Но христиане, которые не обновляют ум, не имеют этого откровения, они по-прежнему живут его жизнью, думая, что это и есть твоя жизнь. Это не твоя жизнь, это чужая жизнь. Это чужая жизнь, надо это осознавать, надо понимать, это чужая жизнь. Надо расстаться с ней, надо перестать красть. Ты же понимаешь, что воры и царство Божье его не наследуют. Но если ты по-прежнему не хочешь даже прилагать усилия, менять свое мышление, хотя Писание говорит, не собраться себе, как всегда, меняйте свое мышление Божье. Но если ты не меняешь свое мышление, а просто думаешь, что я хожу в церковь на воскресенье, ну это хорошо. А что вы еще ко мне привязываетесь? Забудьте про все остальное. Если ты так мыслишь, если ты не привыкаешь усилия, послушай, ты воруешь чужую жизнь, перестань жить жизнью верхнего человека, ты не можешь это делать больше. Его нет, он мертвый, он распят на кресте. Все уже закончено с ним навсегда. Следующее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим предоставьте тела ваших жертв, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, много христиан спрашивают, ну какая воля, брат Иван, помолись, подскажи, ну какая воля для меня, ну какая воля? Вот такая, он же сказал в своем слове, есть ответы на все вопросы в слове, пойми, на все вопросы. И если ты не исполняешь, вот благою, угодную и совершенную волю, то что стоит твоей христианской жизни? Ты не можешь не представить свое тело в жертву. Перестань, перестань жить по плоти. Ты не имеешь на это прав. Я понимаю, что тебе так комфортно, тебе так привычно, тебе по жизни так привык жить на основании своих плотских чувств, но ты должен понять, что это категорически запрещено. Это грубейшее нарушение главной заповеди, если будешь. Потому что если ты не представишь свое тело в жертву, все, будешь подвергнуть все время страстям и похоти, и все твои эмоции, все, что написано там в главной, пятой главе, с шестнадцатого, да, шестнадцатого, первого, все похоти, и похоти, и похоти, и гордость житейская, и распри, и глуп, и все остальное. Сколько ты в церковь не ходил, все равно мысли твои будут такие, ты от них не избавишься, ты будешь позволять себе, и так далее, и так далее, и так далее. Слушай, ну у меня мысли такие приходят, значит что, я грешник? Да нет, мысли к тебе могут приходить любые. Ну что-то она будет испытывать тебя, она будет посылать тебе. Тем больше, чем лучше ты будешь двигаться в этом местописании. То есть представлять свое тело уже, да, не сообразовываться своим силам. Конечно он тебя все больше испытывает, но он не хочет, слава Божьему. И поэтому мысли самые различные тебе будут приходить. Но в этом и вопрос. Господствуй. Ты господствуй. Грех стоит, ну ты господствуй. Ты имеешь власть теперь над грехом. Ты имеешь силу. Ты имеешь все для того, чтобы господствовать над грехом. Потому что у тебя есть благодать. Это самая могущественная сила Божья. Благодать это не повод для распутства. Благодать это сила Божья. Для того, чтобы стоять над грехом. Быть выше этого мира. Быть выше сатаны. Не бантоваться никаким вожделением будет. Аминь. Поэтому используй эту силу. Это ядерная бомба. Никакой грех не устоит. Все. Жертвовься сожжения. Я мед для греха. Я жил для Бога. Мед, мед, мед. На самом деле так и есть. У меня мало времени. Ну, три, блин, ну, шестая глава, она обо всем пишет. С самого начала. Все. Я. Написано я. Не написано кто-то. Протыван. Или еще кто-то. Я мертв. Для греха. Вы понимаете, что ты мертв? Все. Я мертв. Ну, я же грешу. Нет. Ты не грешишь. Ты не грешишь. Пойми это. Как я не грешу? Все, что написано, но мы согрешаем. Согрешает грех живущей плоти моей. А я дух. Я совершенный. Я сын Божий. Я рожден от Бога. Я не грешу. Все. Я не делаю греха. Я не могу грешить. Во мне нет желания грешить. И вот теперь вопрос. Ты позволишь? Твоя личность. Твоя душа. Кому позволит господство? Господь. Плохий. Или дух. Какой вы можете сделать? Какой вы можете? У тебя нет права позволять плоти господствовать. Потому что написано Римлянам 8.6. Потому что помышления плотские суть. Смерть. 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 Ты же не желаешь себе смерть? Ну что, я сразу угрозу? Нет. Сразу ты не угрозишься. Да и вообще вопрос ведь не в теле в моем. Вопрос в том, что вечности. В том, что ты уже имеешь царство горе. Но по незнанию по-своему. Может. Продолжаешь очень жалкую жизнь. Зачем тебе эта плотская жизнь? Она не нужна. Это тебе кажется, что хорошо. Это кажется, что это выгодно. Это кажется, что ты результатом хочешь, лопьешься. Нет. Ты все потеряешь. Потому что Бог сказал. Совершенно конкретно. Что толку человеку, если он даже завоюет мир? Представляете? Все триллионы долларов ваши. Вся нефть, все золото. Вся земля вообще. Вы господи на ней. Потому что Бог говорит. Это вообще ничто. Позвольте себе душу и твоей. И так мы должны представить у вас свою жизнь. Ну и я вам описываю. Примерно вот как. Ну вот. Все у вас готовы. Да. Какая реакция у тебя будет? Все подходят, оскорбляют тебя. По полной программе. Как меня каждый день там. Хуча в соцсетях. Те руки-ноги-то и ломаем. В тюрьму посадим и так далее. Ты опасный шарлатан. Ты своим мучением развалил Украину. Теперь разваливаешь Россию. А я в это время в Словакии, братин. Все с нам всем говорю. Они не знают, что я сейчас в Словакии разваливаю. Все. Мы уже полицию известили. Как только ты приедешь, тут. Здесь тебя сразу арестуют. И посадят в тюрьму. Мы знаем. И прочее. И вот сатана безнуется. А в это время девчонка встает. Как только вот какое-то чудо происходит, так и у вас. И все. И я ему тогда и сказал. Поносу получишь сейчас. И получил. Вот какой наш Год, живой, ответ, да? Иисус увидел, что Иоанну голову отрубили. Конечно, это для него страдания. Это и родственник по поте, да? Но он понимает, какая великая рука была отведена. Что он сделал? Пошел беса гонять по полной программе. Так ему надолбил поносу. Что ему мало не показалось. Вот какая реакция наша должна быть. А не такая, защищать себя там от этих ребят и так далее и так подобное. Они бедные, больные. Что-то там, ну, ласково в любви, что-то написал, чтобы пусть остановил. Все, времени они нет. Итак, мы мертвы для грехов. И теперь наше дело. Все, тело в жерну. Все, ни по реакции. Что бы кто там. Не важно. Мы с вами беги, бежим на ресталище. Нам надо прийти к первому. Как Павел говорил, да? Я бью не для того, чтобы просто помахать кулаком. Ну, что вы. Я бегу, чтобы прийти к первому. Ты должен прийти к первому. Ты должен стремиться. Ты должен осваивать Слово Божие. Ты должен быть послушанием. Идти вперед, не останавливайся. Слышишь? Это самое лучшее. Пойми, это не жизнь. Это полчаса осталось здесь. Полчаса всего. Не держись за нее. Не цени в ней ничего. Не прилипляйся ни к чему. Мне так тяжело от этого было избавиться. Я все время держался. Я прилеплялся. Это же я на работу. Я экономил на себе даже там, где не надо было. Хорошо, что у меня весь готов. Как лягушку назвать? Слава Богу, я освободился наконец. Это так тяжело, друзья. Так тяжело. Это тяжело. Я сам. Но это необходимо. Надо быть свободными. Надо перестать ценить этот мир. Это полчаса. Всего полчаса. Реально, понимаете? Это полчаса. Через 2 миллиона лет мы с вами будем сидеть вместе с Господом. Наслаждаться Христом. И будем вспоминать, почему мы брали время на что попало в этой жизни. Цеплялись, стремились к чему-то не к тому, о чем Бог мечтает. Это ненормальная жизнь. Это и не христианская жизнь. Это поделка фураганов. Отрекитесь от этой жизни. Стремитесь, самое главное, понимать, для чего любящий Бог, Отец оставил тебя в этом злом мире. Только для бойцов. А хочешь, чтобы все спаслись? Все. Нигде, которая... Ага. И все. И довольны. И 0,3% из всей России. Все остальные бывают. Нет! Все лучше, чтобы все. Потому что у Бога есть любовь. Я не верю в такого Бога, который меньше процентов. Понимаете? Какой человек.